так закладка новой малиновой плантации попробую сейчас доступно понятно объяснить что и как в общем есть у вас кусочек земли в первую очередь надо избавиться от сорняков то есть вот мы тут всю весну гербициде и раз наверное 5 фрезеровали пахали в зиму потом культивировали два раза трактором в общем земля у нас рыхлая и большую часть сорняков мы конечно выбили выбивали в основном березку вот она не выбитая березка выбивали гербицидом по березке ну и плюс гербицидом сплошного действия остальные сорняки много было от этой колючки асота ну провели травили не вытравили запрезеровали что-то там осталось будем его уже добивать что дальше земля должна быть рыхлая то есть перед тем как начать сажать надо пройти фрезой и вспушить ее после чего подводим к участку капельный подъем капельный подъем у меня в моем случае это 32 32 вот такая труба вот тут гост даже есть дальше значит кто-то тут названивает дальше значит в 32 трубу есть вот такие краники что мы делаем мы значит 14 буравчик такое для сверло делаем отверстие вставляем резиночку и в эту резиночку вставляем уже краник на краник одеваем капельную трубку капельную трубку используем турецкую вот видите она такая тверденькая с двумя вот капельницами капает очень даже хорошо мне нравится и хватает 100 метров длины хватает давления чтобы прокапать все 100 метров капельная лента не каждая справляется с такой задачей ну вот тут мы используем 20 шаг ну вообще на малине лучше использовать шаг 30 можно даже больше потому что прокапывает очень хорошо и очень быстро включили буквально там я не знаю насколько на полчаса может на час тут все уже мокро вот краник вот мы включаем и пошел процесс так дальше значит сажать можно под лопату мы вчера под лопату сажали вот тот ряд пока еще не прокапали сегодня чем это удобнее чем лопатой да побыстрее получается чем мы по обычной гордыновская можно штукой сажать сажалка так сажаем через 20 сантиметров вот у нас шаг саженцы свои поэтому не экономим сажаем и выходим следующей весной это летний сорт здесь сажаем соколицу выходим на полноценное практически плодоношение следующей весной так при посадке можно конечно вносить удобрения сразу если при посадке это осмокот также можно перед фрезеровкой с расчета где-то там 35 килограмм на сотку внести какие-то минеральные удобрения а за фоско амафоско супер фосфат что-то вот из этой серии ну это как бы на любителя кто хочет похимичить можете это сделать хуже не сделаете если внесете сразу под корень то ожог корня получите засол в районе корневой системой сто процентов поэтому при посадке вот в эти луночки не сыпьте вот эти удобрения если там хотите подсыпать что-то то только осмокот может именно при посадке так вообще все удобрения минеральные вносятся перед вспашкой или перед фрезеровкой то есть они не предназначены для того чтобы вносить их под корень так значит саженцы но саженцы это у нас крапивка наша вот такие вот есть огромная крапивку мы значит копали междурядьях малины сажали ее в землю из междурядья также вот она у нас там стояла сколько на нас с марта с апреля укоренилась выросла уже вот такая вот стала и мы его сажаем ну конечно такую большую наверное не надо высаживать а вот такая вот самая-самая то что надо потому что под это уже надо сразу ставить шпанеру шпанеру я использую или гефестовские столбы или деревянные акация или самый простой дешевый вариант это 14 арматуру нарезали по 230 11 метров по моему на ровные куски по моему по 230 она решится на 5 кусков до 230 по моему до 32 или 220 в общем 11 метров идет арматура но цельная металл идет 6 метров арматура 11 то есть на равные куски метр в землю и 2 или или 280 до 8 и 2 метра она у меня сверху к ней подвязываете нитку или там проволоку малина к ней подвязываете она стоит шатается но не падает то есть вот три варианта деревянные дефестовские как вариант и третий вариант вот эта арматура так одна капелька на первый год вполне достаточно на 2 3 позже года надо ложить минимум 2 а лучше 3 одну капельку по центру ряда и 2 капельки по бокам ну все полив по мере подсыхания почвы обработки инсектицидами фунгицидами надо проводить как можно чаще хотя бы раз в 2 в 3 недели потому что вредители не спят и подъедают и грибковые болячки могут какие-то быть поэтому лучшая профилактика чем потом долгое и долгое и сложное лечение иногда не всегда помогающие так что еще не сказал в общем что мы посадили соколицы сейчас три ряда у нас тут выйдет соколицы и три ряда у нас будет какие-то ремонтантные сорта сейчас посмотрим может у меня родзиевы нет может ряд родзиевы посадим тоже летний сорт а может сюда полностью летники посадим потому что участок так на удаление чтобы меньше кто лазил время конечно все время с ягодой летники от плодоносили там три недели и забыл за них ягоды нет в общем посмотрим может быть летники суда может быть еще что-то из римов суда посадим ну все что непонятно спрашивайте кому нужны саженцы обращайтесь вот такие вот саженцы есть только но это землей для себя делали вообще делаем в торфе саженцы в торфе пересылки они там по россии 500 рублей стоит пересылка там обычная посылка заказывает там на 2 на 3 на 5000 то пересылка будет около 500 800 рублей по россии ну все всем спасибо за просмотр кто не подписан подписывайтесь то подписан ставьте там вот такие под видео классы это помогает продвигать видео чтобы эти видео смотрели хорошие люди и как можно больше людей занималась полезным хорошим делом выращивали вкусную полезную ягоду для себя ну и для своих покупателей всем спасибо за просмотр всем пока